В этой серии мы познакомимся с француженкой, которая оставила родную страну ради Переславля и православной веры. Поклонимся чудотворному животворящему Христу в селе Годеново, поднимемся на звонницу Ростовского Кремля и побываем в месте рождения преподобного Сергия Радонежского. Позади 150 километров пути и замечательные встречи. В Никитском монастыре, где мне показали каменный столб, место молитвы преподобного Никиты Столпника и его тяжелые металлические вериги и Федоровской обители, где хранятся личные вещи святителя Луки Крымского и создается центр его имени. Я переночевала в Переславле-Залесском, но этот старинный русский город никак не хотел меня отпускать. У меня была здесь еще одна цель – увидеть удивительную женщину, которая перешла из человечества в православии и поменяла солнце Прованса на причуды нашей северной природы. И мне очень хотелось поговорить с ней об этом решении, о ее жизни и поисках Бога. Древний Переславль очаровывает всех, кто сюда попадает. Много лет назад очаровал и француженку Лоранс Гейон, которая решила поселиться здесь, недалеко от Плещеева озера. Давайте познакомимся. Бонжур! Бонжур! О, какие тут друзьяшки у вас! Это Рита. Рита, привет, Рита! Лоранс, расскажите, почему вы переехали в Переславль? Я познакомилась с Переславлем, я работала в школе при посольстве в Москве. Я тогда купила дачу под Переславлем избу, чтобы уехать из Москвы. И потом мне пришлось вернуться во Францию к своей маме, потому что она болела. Я продала эту дачу. И когда моя мама умерла, там я ходила в православный монастырь, это были Афонское подворье, под руководством Симоноса Петра. И он стал меня уговорить уехать обратно в Россию. И я колебалась два года. Но он мне сказал буквально, уезжайте, потому что нам конец. И он был очень пессимистически настроен, вот что касается Франции, Европы вообще. Настоятель монастыря убедил Лоранс, что ей нужно обязательно вернуться в Россию. И хотя у нее было немало сомнений, душа ее согласилась с этим решением. С юности она ощущала русскую веру и русскую культуру как родную. Она была потрясена романами «Преступление и наказание» и «Братья Карамазова» и «Достоевского». А еще очарована фильмами Сергея Зинштейна и об Иване Грозном и Александре Невском. Я помню, в начале Александра Невского есть виды этого огромного озера, вот. Это была такая красота, и я не подозревала, что я приеду сюда жить тогда. Мне было 18 лет, 19 лет, когда я смотрела этот фильм. То есть вы сделали выбор, потому что увидели фильм, можно так сказать? Да, можно так сказать, да. А как вы перешли в православие из католичества? Как это изменило вас, и в чем был смысл? Это, вы знаете, я не могу сказать, что я знала, что такое католицизм и что такое православие. Потому что я была очень молодая. Мне было 18 лет, когда я перешла в православие. Достаточно юный возраст. Да, юный возраст. И я решила это делать, мне было 16. Мне стало ужасно скучно в церквях, это было холодно. Были вот эти все реформы, и что вот, и еще поведение неестественное. С такими улыбками неестественными. Какой-то слошавый дух. Потом у нас были пустые все церкви. Они выбросили тогда все. Картины, скульптуры, статуи. То есть вы застали реформы внутри церковной? Да, да. Так что я отошла, и вот и я стала читать русскую литературу. И какая первая книга была? Как это ни странно, это было детство Горького. Я не могу сказать, что я очень люблю Горького. Но вот эта книга все-таки для меня была открытая. Вот у меня было ощущение, что я открываю, несмотря на атмосферу жуткую, родное место. Что все мне было, это очень близко. Например, французская литература 19 века, она меня не привлекала тогда, потому что там это мрак. Нет просвета. Это вот буржуазное, безнадежное общество, противное. А вот в России это что-то другое. Даже у самых погибших людей, которые уже совершили, Бог знает, что всегда была возможность какое-то спасение. А как вы здесь живете? Ходите в храм? Хожу в храм. Пишу. Я пишу книги, я пишу свой блог. Я написал роман о Фитке Басманове. Я занимаюсь фольклором, с руководителем казачьего ансамбля. Поете? Казачий круг, да. Владимир Шкунцев. И сколько здесь вы в России, получается? Ну, я провела 16 лет в Москве, и здесь 6 лет. Ваши 22 года. 22 года. И вот кем вы себя ощущаете сейчас? Больше француженкой или русской уже? Обрусевшей француженкой. Конечно, она по-прежнему остается француженкой и порой скучает по Франции. Родная страна у нее в крови. Но православие, духовная связь с Россией, как она сама говорит, придали смысл всей ее жизни. Лоранц предложила сыграть на колесной лире, и это тоже стало для меня открытием, как и многое другое в этой искренне откровенной беседе. Лоранц, первый раз вижу такую колесную лиру. Это русский инструмент? Это европейский, общий европейский инструмент. Напоминает его первый раз в России в 17 веке, вместе с Балалайкой, кстати, тоже. Она в России пользуется для духовных стихов, былин. Можете что-то сыграть? Да. Я могу духовный стих вот там, да. Можете что-то сыграть? Найти покой Где бы душа найти покой Где бы душа найти покой Пойди к ногам спасителя Пойди к ногам спасителя Проси его помощи Невероятно Просто заплакать хотела Вы даже артикулируете так А по маши, вот на старый манер Магифик А вы что пишете картины? Я пишу картины и книги Можете показать? Я могу... Какие у вас картины? Есть картины Лоранс поразила меня не только своим пением В трогательных акварельных работах Я увидела наши русские пейзажи На прощание Лоранс подарила мне свою книгу Зачем я переехала в Россию? Думаю, что там я найду ответ на свой вопрос Счастливый ли она человек Лоранс, это была замечательная встреча Я желаю вам доброго здоровья Чтобы вы нас дождались в следующий раз в гости А мы продолжаем свой путь на север А вы куда? На Соловки О, я там была И для меня в своем возрасте Это как будто я дошла до места Где отправляют Откуда отправляется последний корабль Вот Мы обязательно потом сравним наши ощущения Поделимся впечатлениями Спасибо большое за такой прием Ждите нас в гости До свидания До свидания Ну я была С Богом Спасибо Спасибо Я покидала Переславль с теплым чувством Мне было жаль расставаться с этим городом Где так близко ощущаешь присутствие Бога Но надо идти дальше Мне предстоит пройти 60 километров До села Погост-Крест Где почти 600 лет назад Случилось чудесное явление Животворящего креста Я продолжаю свое паломничество По великому северному пути И сегодня меня ждет встреча с чудом С животворящим Годеновским крестом Я иду и представляю себе Как 600 лет назад В этих полях Вблизи Сахотских болот Как гласит предание Пастухи увидели Льющийся с неба на землю Свет неизреченный И побежали на этот свет Прибежав Они увидели Будто висящий в воздухе Крест с распятым на нем Господом А перед ним Образ святого Николая Чудотворца И услышали голос Будет на всем месте Благодать Божия И дом Божий А еще кто с верою Приидет помолится Будут многие исцеления И чудеса От животворящего креста Молитвы ради чудотворца Николая Пойдите Проповедуйте об этом всем людям Чтобы на всем месте Поставили церковь мою И церковь начали строить Причем поскольку В месте явления креста Была болотистая почва Фундамент заложили В стороне от указанного места Но наутро посреди бывшего болота Появилась суша На которую чудесным образом Перенеслась вчерашняя постройка Когда храм достроили Поклониться животворящему кресту Сюда в погост крест Стали приходить люди И несколько веков Все паломники получали здесь То, о чем просили После революции Верующие спрятали святыню от безбожников И перевезли недалеко отсюда Село Гаденово А в 1998 году Здесь был основан монастырь От того места Где был явлен животворящий крест Всего 6 километров До села Гаденово Куда он был перенесен В 1945 году От местной прихожанки Фаины Александровны Которая хранила его у себя В доме 20 лет А как состоялось Второе обретение креста Я расспрошу Настоятельницу Никольского монастыря Игумену Евстолию И я иду В село Гаденово Я уже вижу Купола храма Во имя святителя Иоанна Златоуста Именно там и находится Животворящий крест Матушка благословите пожалуйста Господи благослови Расскажите пожалуйста О втором обретении креста Ну мы свидетели того Что крест стал почитаем Сейчас всем народом Но для себя мы его обрели В июле 1997 года Мы приехали с острыми Просто прогуляться Даже не знали что здесь именно эта святыня Нам как-то москвичи сказали Что у вас там Среди там полей лесов Какой-то там чудотворный крест И мало кто знал даже дорогу Мы приехали Сестры у меня долго просили за грибами Я говорю ну хорошо За грибами пойдем Ну заодно святыню посетим Дороги не было Был такой Храм С прохудевшейся крышей С покосившимися крестиками Ну как только мы зашли В сам храм Мы просто остолбенели Увидев крест Мы больше ничего не могли Ну как бы делать практически Ни лес нам не понадобился Ни ягоды Ни грибы И вот у нас было Самое так сказать Горячее желание Вот навсегда остаться у этого креста И вот так Господь устроил Что с 1997 года Это наше подворье Что крест значит лично для вас? Я думаю для каждого христианина Что крест значит Мы его постигаем Я бы так скорее всего сказала Вот он нам дается А вот что он для нас значит Мы наверное в течение всей своей жизни постигаем Но для нас это сейчас такая Нераздельная с нашей жизнью Вообще святыня То есть мы им живем Мы видим как В народном сердце Вот просыпается любовь к этой святыне Вот и нам хочется Чтобы еще больше людей Узнало об этой святыне И они получили Благодатную возможность Здесь полноценно помолиться Покажите нам Крест с большой радостью Милости просим Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Матушка Какое чудо По молитвам Уживотворящего креста Вы помните больше всего Ведь люди сюда приходят Молиться именно об этом Ну для нас чудо Что вот это место ожило Вот это самое большое чудо Потому что как-то В личном плане Это такое очень Тонко интимное ощущение Что вот у креста Что не попросишь Он исполняет все твои Ну прямо скажем Благие намерения И для нас сейчас Чудом является строительство Софийского собора Который мы Заложили еще в 13-м году И вот надеемся Что к торжеству 600-летия Явления креста Который у нас Будет 11 июня 2023 года Уже Нижний храм Будет готов к освящению Я слышала Что есть книга Каких-то чудес Да Прибавляются свидетельства О чудотворении Может быть Есть какое-то чудо Которое вас впечатлило Ну у нас как-то Приехал мальчик На коляске Вот это вот Прямо на наших глазах было Вот его подвели К кресту Служил самолебен И вдруг Мальчик побежал В алтарь Да И Все значит Изумеясь конечно Что во-первых Ребенок в алтарь побежал Вот А мама говорит Так он уже не ходил Вот это прямо на наших глазах Было чудо Матушка Идем Великим северным путем Далеко Какие-то слова Утешения Наставления Может быть Дадите нам Ну мне очень радостно Что вы побывали У Калагодиновского креста Что вы излили сердце Перед спасителем И я думаю Что вот этот Ведь большой труд Очень Крестный ход И он не может Осуществляться без молитвы И чтобы все ваши чаяния Сердечные благие Господь Обязательно Исполнил Спасибо Господи Благословите Господи Благословите Спасибо Господи Каких только чудес Не совершается По молитвам К животворящему кресту Исцеление От смертельных болезней Обретение родных Рождаются Долгожданные дети У бесплодных родителей И хочется снова Повторять слова Акафиста Радуйся Честный крест Христов Являющий нам Любовь И долготерпение Божие Являющий нам Любовь Божию Шесть веков Пусть так будет И дальше Вот как бы Подольше Сохранить эту тишину И благодать От соприкосновения С такой святыней Сколько же Человеческих бед И радости Видело это место Сколько утешения Получают люди По молитвам Ко Кресту Это очень хорошо Что я иду пешком Дорога мне предстоит Не очень длинная Почти 35 километров До Ростова Великого Буду в пути читать Тропарь К Кресту Господню И слава Богу За все Последние несколько километров До Ростова Мне пришлось проехать На велосипеде Хотя велосипедист Из меня не важный Скажу честно Что ноги мои Не очень приучены К таким большим перемещениям Проще говоря Натерла я себе пятки Но в дороге Как я понимаю Это дело обычное Ну наконец-то добралась Вот он Ростов Великий Отсюда С озера Нера Он выглядит Особенно величественно Трудно поверить Но этому озеру 500 тысяч лет Да и старинный город Ростов Хоть и сильно младше озера Все же один из древнейших городов русских Ему около 12 веков Кто точно основал Ростов Великий Историки спорят до сих пор Но бесспорно то Что этот город Жемчужина Золотого Кольца А Ростовский Кремль Шедевр белокаменного зодчества Успенский собор Самое древнее здание Кремля Начиная с 12 века У этого храма была сложная судьба Он горел Несколько раз разрушался И вот сейчас мы видим уже Четвертый собор Построенный в традициях Владимира Суздальского зодчества В 16 веке 11 июня 1314 года Здесь в Успенском соборе Состоялось таинство Крещения младенца в Арфоломея Спустя годы Он станет известен Всей Руси Как Сергий Радонежский Даже сейчас В реставрационных лесах Храм потрясает своей красотой Ох Какое чудо Такая старина В соборе под спудом Находятся мощи святых Леонтия и Феодора Ростовских И в том числе Митрополиты Ионы Сысоевича Это мощи Леонтия Ростовского Детелю Отче Наш Леонтия К Тебе преподаем И молимся Мы Смиренные И грешные И окоцач От любивого Бросим Селив сердце Нашу Любовь Твою Ежи Богу И ближнюю Твою И исполним Не посраме Бывание Наша Ежи Бобозья Пресвятые Покороицы На Тебе Крепко Взлако От Тебя Бога От Тебя Саня Садя Бога Во веки Аминь А здесь Находятся мощи Святителя Федора Ростовского Славу Ростову Великому Принесли Не только Величественные Соборы Кремля Но и Колокольные Звоны Самые Знаменитые Звоны Были слышны За 18 Верст В далеких Окрестностях Ростова Великого Знаменитая Ростовская Звонница Она представляет Собой Особый Памятник Истории И культуры Этому Архитектурному Сооружению И огромным Колоколам Насчитывается Более 300 лет Через Столетие Была пронесена И сохранена Традиция Исполнения Древних Ростовских Колокольных Звонов Ее 15 Колоколов Сохранились До наших Дней Интересно Что Практически У каждого Колокола Здесь Есть Своё Имя Самый Большой Из них Сысой Назван Он По имени Отца Митрополита Иона Сысоевича И весит Он 32 Тонны Ой Не могу Даже Сдвинуть С места Звонница Состоит Из двух Зданий В одном Размещается Большая Часть Колоколов А другое Построено Специально Для Сысоя Вот Такое Уважение Невероятная Красота У меня Ощущение Что я На машине Времени Перенеслась Во времена Ивана Грозного Тем более Что и фильм Тут всеми Любимый Снимали Про Ивана Васильевича А еще Невероятным Образом Ростовский Кремль Напрямую Связан С Кириллом Белозерским Монастырем Который Мне предстоит Еще увидеть На своем Маршруте Его Строили Ростовские Зодчие Кремль Построенный В конце 17 века По замыслу Его заказчика Митрополита Ионы Сысоевича Должен был Быть похож На рай Окруженный Стенами С башнями Сад С прудом В центре Давайте Проверим Так ли Это По замыслу Митрополита Ионы Ансамбль Должен был Символизировать Небесный Град Горний Иерусалим Именно поэтому В Кремле 12 башен С воротами Я сейчас Нахожусь В центральной Части Это Архиерейский Двор С хозяйственными И жилыми Постройками Обнесенный Высокими Стенами С надвратными Храмами Здесь Правда Как рай Очень Красиво Благостно И умиротворенно Ростов Великий Еще и Город Художников Но это И не Удивительно Как можно Жить в Такой Красоте И не Пытаться Ее Запечатлеть Я бы Точно Начала Рисовать А сейчас Я нахожусь В Митрополитчем Яблоневом Саду Он был Посажен В 17 веке По заказу Митрополита Иона Сысоевича Но тот Сад Увы Не сохранился И в 1990 году Была проведена Его полная Реконструкция Тут растут Яблони Вишни Сливы Груши Я представляю Что тут Бывает весной Когда Все это В цвету Сколько Яблок Сладкие Еще зеленые Но сладкие А еще Здесь есть Аптекарский Огород И даже Грядки С кабачками Петрушечка Ростовский Кремль Прекрасен Но Чем еще Всегда Славился Ростов Так это Своей Ярмаркой Она была Третьей По величине На Руси И Здесь Действительно Есть Что посмотреть Одна Знаменитая Ростовская Фенифть Чего Стоит Здравствуйте Здравствуйте Это у вас Фенифть Это у нас Представлен Ростовская Фенифть А что Это за Техника Такая Ростовская Фенифть Это вид Миниатюрной Росписи По эмали Это когда На эмалевую Пластину Кистями Вручную В 1-2-3 Волоска Наносят Рисунок Наносится Один слой Краски Происходит Обжиг Наносится Другой Слой Краски Также Происходит Обжиг Ни один Слой Краски При обжиге Друг с другом Не смешивается Поэтому Каждая Краска Имеет Свою Температуру Вплавления А сколько Слоев Слоев Может Достигать И до 7 То есть Сколько Слоев Краски Столько Обжигов У нас Проходит Каждая Пластина Вообще Как Промысел Фенифть В Ростове Зародилась Именно С написанием Иконы И предметов Церковного Обихода И это Произошло В Ростове Лет 350 300 назад Школа По обучению Росписи На Эмале В Ростове Никогда не было Сам промысел Пришел к нам По наследству От отца К сыну От матери К дочери И вот Таким Вот образом Наш промысел До сегодняшних Дней Дошел Вот в таком Вот замечательном Виде Иконы у нас Представлены Широко Мы Развиваем Школу Написания Иконописи В Ростове Великом Несомненно И ростовскую Эмаль Обрамляет Ювелирная Скань Что тоже Немаловажно Для ростовской Фенифти Ковка, да? Нет, это не ковка Это ручная Скань Плетение Ювелирной Проволоки И паяние Ее Серебром Красиво Тонкая Работа И вот такие Ювелирные Изделия Мы сейчас Выпускаем Производим Расписываем И не останавливаемся На достигнутом Если первоисточник Промысла Фенифть Это икона И предметы Церковного Обихода Гораздо позднее Мы стали выпускать Всевозможные Женские украшения Это вот такие Брошечки Красивые Посмотрите Пожалуйста Милые Очень Почему они Выпуклые? А это Специальная Технология Выпуклой Смысл Заключается В чем? Что каждая Пластина Кладется На такую Подложку Которая Очень Очень Горячая И она Прилипает К этой Подложечке Только благодаря Своим Краешкам Все остальное Приподнято Приподнято Немного Да Это нужно По технологии Для того Чтобы рисунок Полностью Погрузился В эмаль Мне иконку Хочется С собой взять Вот такую Иконочку Вы можете С собой взять Это и магнитик И как дорожная Иконочка Спасибо вам За такой Рассказ Я возьму С собой Пожалуй Маленькую Иконку И отправлюсь В путь А дорога Зовет меня Двигаться Дальше Следующий Пункт Совсем Рядом С Ростовом Так Получается Что Все Начало Великого Русского Северного Пути Тесно Связано С именем Преподобного Сергия Радонежского Сейчас Я направляюсь Туда Где По преданию Родился Преподобный Сергий Где Был дом Его родителей А сейчас Стоит Троица Сергиев Варницкий Монастырь В 1427 году Когда Закладывался Монастырь Еще Были Живы Люди Которые Слышали Рассказы О преподобных Кирилле И Марии Они Смогли Указать Основателю Монастыря Архиепископу Ростовскому Ефрему Место Где Находился Дом В котором Родился Преподобный Сергий Преподобные Кирилл И Мария Жили Всего В 4 Километрах Или Как сказали Бо На Руси За Три С лишним Версты От Ростова Великого Сейчас Неизвестно Как называлось Это местечко В те времена Но позже Оно Стало Называться Варницы Потому что Главным Промыслом Жителей Был Соляной И монастырь Поэтому Называется Троица Сергиев Варницкий Сейчас Здесь Стоит Крест А когда-то Шумел Листвой Могучий Дуб В житии Преподобного Сергия Сказано Что Однажды Отец Послал Варфоломея За лошадьми В поле По дороге Он встретил Посланного Богом Ангела Старец Стоял Под Дубом И совершал Молитву Мальчик Пожаловался Что Не разумеет Грамоти Старец Благословил Его И произнес Пророчество Что Варфоломея Превзойдет Многих По преданию Первое Явление Ангела Преподобному Сергию Случилось Именно Здесь Так интересно У меня На самом деле Очень много Накопилось Вопросов К игумену Монастыря Пойду Его искать Отец Пимен Благословите Бог вас Благословит Спасибо Господи Скажите Пожалуйста Где Находится Дом В котором Родился Преподобный Сергий Согласно Преданию Дом Преподобного Сергия Родители Преподобных Где они Жили Находился На том Месте Где Сейчас Находится Вот Сей Храм Троицкий Троицкий Собор Мы Практически Здесь Находимся В 90-х Годах Когда Братья Сюда Лаврская Приехала То Первое Что Они Восстановили На этом Месте Это часовинку Которая Если мы будем Выходить Из Троицкого Собора Она Стоит Совсем Рядом Расскажите Какая Из страниц Монастыря Самая Важная Для вас Вообще Для меня Монастырь И я Одно Единое Поэтому Хочу Сказать Так Что Главная Страница Монастыря Это Возрождение Святой Обители В начале 2000-х Все люди Которые К нам Приезжают Они Отмечают То Что Здесь Чувствуют Благодать Батюшка Я знаю Что У вас Есть Чудотворные Иконы Преподобного Сергия Можете Ее Показать Она У нас Находится В Сергиевском Соборе Мы Сейчас Туда Пройдем Покажете Да Это Веденский Храм Первый Храм Который Был Восстановлен На территории Монастыря В 2003 Году Был Инкубатор В советское Время Вот У нас Тут Гостиницы Есть Все Приезжают Снова На территории У нас Все храмы Открыты Все двери Открыты Всем рады И тишина Это Правда Чувствуется А часто У нас Никого не бывает На территории Братья там По кельям Молятся Все И многие задаются А какой же у вас Монастырь Женский Или мужской Вот данная Икона Преподобного Сергия Радонежского Которая В 2014 Году Пребывала Во всех Епархиях Нашей церкви И Народ С ней Истекался Поэтому Мы считаем Что эта Икона Намоленная С частичкой Мощей Преподобного Сергия Для нас Это Важная Святыня Нашей обители И Я знаю Несколько Примеров Когда Люди Получали Исцеление И получали Просимое Родные Близкие Приезжали И просили Бога И святых Отчедородия И вот Два Случа Есть Когда люди С благодарностью Звонили Говорят У нас будет Ребенок И это Очень радостно И еще Главное Что Приезжают Многие К нам И получают Утешение И радость Наверное Самым Больше Нет награды Той Когда люди Приезжают И получают Радость В обители Это Самое Важное Так И есть Можно Проложиться Да Конечно Батюшка Я слышала Что у вас Здесь Хозяйство Есть Да Есть Небольшое Начинание Что Рядом С монастырем У нас Вот В деревне Варница Есть наш Домик Фермерский И мы Держим Коровку Телят Пару Овечек Вот Могу Пригласить На экскурсию Ну я За вами Пойдемте Если меня Спросят Встречала ли я По-настоящему Радостных Людей То Теперь Я точно Знаю Что Встречала Я шла За отцом Пименом И никак Не могла Поверить Что он Игумен Монастыря И Простой Учитель Варницкой Гимназии Это Мои Главные Досопримечательности Досопримечательности Овечки Вот Цезарь Вот он Цезарь Цезарь Ой Это ручной Такой Он так знакомится Да Так он любит Побаловаться Но Лоб лучше не надо А то он начинает Бодаться У него есть такая привычка Мы с ним боремся С этой привычкой Нехорошей А так он ручной Какой красавчик Он сам Доит корову И косит сено И пасет Любимых овец И барашка Цезаря Кормит уток И кур Варит малиновое варенье И водит экскурсии По монастырю И в то же время Он Настоящий молитвенник И пастырь Кажется Что у него 48 часов В сутках Радость Которую он дарит Людям Она настоящая Господня Патюшка Спасибо за такой прием За то что Показали хозяйство И такой прекрасный Храм Светлый Очень рады Что вам понравилось И будем надеяться Что вы еще Снова к нам приедете Богословите в дальний путь Бог вас благословит Идем далеко Всего доброго Сегодня насыщенный был день Я устала Пойду сяду на автобус И все-таки доеду До Ярославля Сегодня у меня самое повторяющееся слово Это чудо Когда идешь утром по земле Идешь так же Как шли до тебя Веками Тысячи паломников То конечно понимаешь Что это природа Это небо Это солнце Это чудо Подарованное нам Богом Чудо Животворящего креста И чудо Личной встречи Со святыней Чудо Белокаменного Зодчества Ростовский Кремль Чудотворные иконы Преподобного Сергия И само место Его рождения Вот не чудо ли это И самое большое чудо Что у меня впереди Еще столько встреч Знакомств И открытий Субтитры создавал DimaTorzok